привет дорогие друзья с вами Иван из Кёльна сейчас мы находимся в Испании меня привезла знахарь Оксана привезла меня на какие-то сероводородные источники здесь везде воняет ну вы знаете как сероводородом воняет да вот какими-то какашками мы сейчас ползали по каким-то пещерам надо было нагибаться с головой там в воду поэтому у меня не получилось взять камеру потому что я бы ее там утопил потому что там везде слизь на камнях и скользкая да и сейчас вот мы здесь ходим вот как бы тут это целебные источники да тут целебные источники я пытаюсь в кроссовках пройти по этим мокрым камням но чувствую сейчас распластаюсь блин вот и тут все заходят и откуда они идут эти источники а из-под земли короче опускаетесь в эту воду вот она такая прозрачная и оздоравливаетесь тут такое место что очень оздоравливает как бы ну оздоровительные ванны что ли стираем спиртом обязательно да опс здрасте телефон упал привет ребята сейчас меня будут резать как это называется хиджама хиджама стерильным лезвием очищенным сейчас будут мне кровь пускать будут кровь пускать сейчас мы ставим баночки сначала баночку да сначала баночку ставим до баночка немножко открывает да ребят я беру банки анатомической формы немножко закругленные да они лучше стоят вот смотрите я вам покажу они видите немножко полукруглые вот такие они на суставы очень хорошо крепится если вы возьмете круглую банку например вот такую она не будет стоять вот поэтому значит мы сейчас подержать подержали сейчас мы снимаем до обрабатываем спиртом кстати я еще так не объясняла никому это только для подписчиков ивана из кельна вот и мы делаем насечки маленькие-маленькие натягивая кожу это чекотно чекотно больного не вот даже у вани лицо не меняется практически не меняется да вот мы сделали до круга мы не доходим и сделаем чуть-чуть вот здесь ну так не надо примерно видели сверху можем поснимать все лезвием упакуем опять мне кажется канал все равно это заблочится зато мой инстаграм не закроют если что меня youtube канал вообще любит вот и мы ставим обратно на те же самые места на те же самые места ставим опять вот затягиваем ну как пока человек может терпеть но самое вот интересное да ну это сейчас вот банков просачивается воздух просачивается да нам нужно сделать так чтобы не было воздуха потому что если воздух будет уходить банки будут отпадать вот ну локтевой сустав достаточно такой неудобный да плечо например бедро отлично колени отлично держит банки да иногда есть такая методика медом обмазывается кожа волосатый ты ты да когда много волос тогда банки тоже не держится хорошо надо было побрить это место может быть так придерживай здесь рукой верхнюю банку а я сейчас вот с этой буду работать обычно когда есть какие-то воспалительные процессы да там в суставах то кровь она очень-очень темная и очень быстро загустевает вот поэтому мы по крови можем отслеживать потому что она потом меняется да ребят вот ну там иногда бывает что кстати сейчас очень много врачей переходит на вот эти методики восстановительные и ну они конечно очень здорово работают вот только только тогда показывает распалительные меня будет когда есть проблема или в суставе или в органе если нет проблемы то вы ничего не почувствуете ребят смотрите сколько кровища натекло больно вообще ничего да то есть вот такой умный препарат как думаешь youtube заблочит это видео у меня посмотрела сколько там до чего если на моей странице я оставлю ссылку на твой инстаграм опять же это не реклама просто что у меня могут это заблочить все ну подожди отпусти да ну вот пока это сливать теперь куда это все надо уметь это делать ты пока держи вот это потому что эта банка она слабо это хорошо стояло чувствуешь и слабенько все сейчас я возьму пакетик целлофановый мы будем это все убирать я хочу чтобы показать но ребят самое интересное то что вот эта кровь она не горит представляешь а почему вопрос почему ее в течение часа нельзя сжечь водку не пью у нас был такой случай у меня был пациент и я вообще кровь отдаю пациентам то есть они должны ее сжечь закопать сжечь с благодарностью на убирание вот всего чего нехорошего да вот поэтому я даю им пакетик с кровью они едут куда-то в волшебное место там не знаю куда и сжигают вот эту кровь можно с молитвы там поставить или что-то чтобы почиститься ну вот есть люди которые вот так делают да вот и вроде как вот ну иногда даже мусульман не говоря да что уходит шайтан с этой кровью выходит иногда человеку становится плохо иногда там его крючит странно очень как-то да вот не спать кем-то утенка не ну там же все вот ну тут она с пеной с какой-то да ну она с пеной потому что воздух попал что это такое она спенилась она просто спенилась смотри как красивая какой орнамент соты получились на банке да покажи на мою камеру будет видно не знаю соты поближе поближе она такая близко может брать интересно соты получились она на фоне белой бумажки белую бумажку подсовываешь и тогда соты точно так хорошо чуть-чуть руку мне сюда куда сюда наклони в эту сторону вот так вот это вот густая тягучка какая-то ну это пока еще тут просто кислород попал поэтому она быстренько быстренько схватилась а вообще так оно не должно схватываться понимаешь по идее там 10 минут хотя бы 15 там она должна быть жидкая как у детей говорит о том что там есть застой и его надо убирать вот так ребят вот так что вот смотрите вот я его убираю и конечно же вот вы представьте если там такой застой ну локоть почему не работает да почему не работает локоть а куда ему как ему дышать скажите мне как ему дышать то есть вот он начинает сейчас дышать только сегодняшнего дня понимаешь да поэтому поэтому здесь немножко будет отек какая была густая штука один-два дня и потом он проходит так вот эту снимаем давай чуть-чуть локоть ко мне сюда поворачивайся так ребят тоже будет густая сейчас посмотрим сейчас да вот видишь и тоже такая же блямба висит блямба ребята висит густая блямба здесь бояться не надо ничего тут страшного нету этого ты мне хиджаму делаешь фельдос мой сын меня меня лечит когда у меня нужно немножко сушить но она это аппетитно аппетитно такие ребята у меня лечит какой-нибудь морсик знаешь такой подписчики вампиры какие-то сейчас скажут да вы куда попали в какой-то вампирское какое-то это кабинет вампирский кабинет хороший у тебя сынок говорит я бы скушать это хотел видишь опять идет вот чистим до тех пор пока идет ребята это вот баночки для увеличения просто для увеличения такие банки они медные то есть их тоже можно ставить и на какие-то более большие места на локтевой на тазобедренный видимо сустав да такие паравертебральные суставы на позвоночник мы ставим паравертебрально но не на сам позвоночник а по бокам на позвоночник на астистые я ставлю резинку но там ничего страшного то есть на морду так поставить потом будет такая морда так ребята сейчас мы будут перуанские капли ставить делать капли называется сананга как сананга сананга который помогают видеть в темноте да это перуанские шаманы свое время когда идут в амазонки на охоту они используют эти капли для того чтобы зрение было намного отчетливее и в сумерках реально с одного раза человек начинает видеть но их очень сложно достать мы вот нам привезли наши шаманы просто в подарок по одной такой баночке вот а сейчас вообще же очень сложно все после всего что здесь прошел я уже буду рад если вообще буду видеть после всех пройденных процедур скажу сразу капли щепучие да вот вы сейчас будете видеть лицо ивана после всех этих манипуляций что камеру она на ты тогда держи на меня это значит так сидено смотри и делаем так ты закрываешь глаза оба глаза да я тебе по одной капельке капаю и ты вот так просто проморг проморгал и закрыл и охренел да будут иголочки колоть секунд двадцать наверно ну это терпимо я делаю вот я феликсу конечно немножко дозу поменьше чего уже не давали делать свою жизнь все закрывает глаза они не да они не только на физическом плане работают они и на эмоциональном плане человек успокаивается там да все потихонечку мама моргай не зажимай глаза не зажимай не зажимай да ты дыши потихоньку дыши да эти капли они крепковатые не ты сейчас не моргает сейчас просто дыши и выдыхай на выводи вот всю энергию через стопы через пятки не зажимай зато тебе будет чё вспомнить приехал в испанию кровь откачали отсосали глаза и ядом закапали понимаешь примочки ядовитые поставили бухом откурили а вояскую в рот налилия потихонечку еще промаргивайся да какой-то лечит катаракту бельмо дальнозоркость близорукость по четырем позициям работают активизация мышц глаза убирают из мышц глаза всякую нехорошую штуку да все что там скапливается в мышцах же тоже всякие есть и вирусы и бактерии вот пошла третья минута такая жесть ребята это я не знаю что я должен рекомендовать это делать не плачь ваня не плачь ну попробуй проморгайся чуть-чуть немножко вот лишь первые слезки пошли ну сейчас и посмотрим по времени сколько длится вот этот кайф ну да это действительно кайф даже на голос как-то влияет и на сопли сразу забивается нос после этого как тут не забит по все забивается не только носа по моему это мне правильно сказала сходи в туалет перед этим теперь не понимаю почему почему надо пописать ну сейчас отпускает как ребята я выгляжу что нормально чуть-чуть глаза не надо вытирать она все там сейчас все пройдет но какая сила капель у тебя когда-нибудь были такие капли примерно если от 1 до 10 то где-то 12 боль да то есть другой был уже хорошо что я так ну вот дорогие друзья у меня сейчас будут красные глаза мне сделали капли я не знаю на видео это вставлю все как это все происходило да поэтому перуанские капли которые называются сананга сананга санангу мне сделали да и вот после видео нашего с тобой вот когда мы сделали как его назвал самоисцеление что-то такое ну оздоровление оздоровление да вот стали очень люди писать как тебе попасть на прием но это тяжело сделать видимо особенно людям которые в россии видишь да так как сейчас у нас центра как основного такого нету потому что мы сейчас пришлось нам закрыться перед карантином если все откроется то мы всю эту работу возобновим к нам сейчас приезжают из германии из италии из франции едут из швейцарии только из европы да потому что рейсы соединения есть и тогда если например четыре человека приезжают мы снимаем виллу хорошую и обеспечиваем их питанием трехразовым и они приезжают на лечебный курс такой да ну смотря что надо это надо всегда обсуждать заранее потому что мы не всегда можем помочь вот ну и шанс приехать есть почему если там свыше дорогу может отменится потом этот карантин и что-то может я думаю что в следующем году то все восстановится но просто надо подождать немножко ну у меня очень много дистанционно например да вот спрашивают люди а что можно сделать вот если не приезжать вот как ты можешь дистанционно людям помочь потому что у многих какие то проблемы люди понимают что врачи ну ну будем честными что часто очень не помогают врачи то есть люди уже немногие как то теряют надежду или что-то вот как ты можешь предложить дистанционно или что-то Еще спрашивали, знаешь, вот этот, что мы пробовали, такой порошочек в баночке, как он там назывался? Рапе. Рапе, да, да. Да, да, я сейчас сначала расскажу про дистанционку. Я вообще, в принципе, с момента карантина я начала работать дистанционно, потому что есть такая возможность помочь людям, но люди должны быть очень дисциплинированные, понимаешь, потому что если они не меняют питание, которое я им высылаю, да, очень многие мне пишут, ты говоришь, о, не-не-не-не, менять питание мы не будем, мы всю жизнь питаемся так, мы без хлеба, без сала не можем, то есть я уже не могу тратить свою энергию, свои силы и забирать у людей их финансы для того, чтобы просто-просто что-то делать, я так не хочу работать. Ко мне как к тренеру пришел парень, говорит, слушай, я хочу, через две недели еду на Майорку, хочу, чтобы у меня кубики были на животе, говорит, ну, от пива я отказываться тоже не хочу. Можно как-нибудь. Ты понимаешь, а у него вот такая животина, и он за две недели хочет кубики. Понимаешь, ну, вот как, что можно сказать вот таким людям, ну, пытаешься как-то быть очень корректно, надо как-то объяснить, что, ну, это год работы минимум, понимаешь, жесткой диеты. Все, что вокруг пупка, это все питание. Да. Да. То, что… Я тебя сбил опять, давай. Так, дистанционка можно делать, да, но опять-таки нужно все корректно соблюдать, раз. Потом мы назначаем препараты гомеопатического ряда, их можно или самим купить, или вот купить у меня, это антипаразитарный сбор обязательно, любое оздоровление, любой оздоровительный курс начинается с приема антипаразитарных препаратов. То есть сейчас такая небольшая рекламка, ну, ладно, пусть будет рекламка, потому что… Ну, слушай, они там ничего не стоят. Я всегда говорю, ребят, если у вас с финансами проблема, вы сами сделайте. То есть я всегда делюсь, и мне не жалко. У меня сейчас, ну, вот за последние 10 лет у меня реально очень много людей, и мне не жалко. Мне вот эту копейку лишнюю схватить, от них продать то, что я сама делаю, мне нет интереса, поверь мне. У меня и так загруженность достаточно. Ну, да, да, да. Я всегда говорю, я всегда помогаю людям. Вот, ты знаешь, вот с последнего видео ко мне очень много обратились с твоей страницы, они спрашивали. И вот, вот не дам соврать, вот очень многие люди, которые потом у тебя будут смотреть вот это видео, они у тебя под постом напишут, что я часами была на связи, часами, днями, днями. Я же знаю тебя, все время на телефоне отвечают, консультируют что-то. Я отвечаю, консультирую, я помогаю им разобраться в их них анализах, если я сама что-то не понимаю, я звоню своим коллегам. То есть я подтягиваю, и это все, ну, на бесплатном начале. Просто потому что я такой человек, отзывчивый, я хочу, чем больше людей я помогу, я знаю, что вселенная, она никогда не оставляет, понимаешь? Момент такой, многие спросили, а кто ты такая вообще, ты же не врач, не медик, вот что ты. У тебя есть на странице, я знаю, ты показывал свои дипломы, я знаю, что ты жестко обучалась в Таиланде, где-то жестко у школы проходила. Да, но там у меня больше по оздоровительной практике были, ну, вообще, я и в Испании. Покажи диплом, которым ты гордишься больше всего. Ну, мне надо идти в гараж, у меня там все лежит. Ну, ладно, ну, ты хоть расскажи, что это за диплом у тебя. Ну, дипломы разные, ты имеешь виду по йоге, который я принимаю. По йоге, а вот что ты мне делаешь, вот эти вот все, баны, чего-то. Вакуумная терапия, висцеральная терапия. Ну, я свои дипломы на своей странице выставляла. А, ну, они есть на Инстаграме. Они есть на Инстаграме, я прямо друг за другом, правда, люди мне написали, что они в зеркальной проекции, но как мне их перевернуть за ними, я не знаю. Я потом в телефоне снимаю, зеркально получается. Да, я вот здесь, в Испании, да, я физиотерапевт, массажист, гомеопат. Это у меня испанские три диплома испанских. Вот, то, что я у Агулова училась, да, висцеральная терапия, баночная терапия. Я училась различным практикам, техникам по телу. Ты проходила всякие церемонии, можно сказать, какие-то? Церемонии много проходила, очень много. А это можно на видео будет вставить потом ко мне? Ты знаешь, я тебе дам для твоих подписчиков, кстати, единственное место, где я выкладывала, это на моей странице, на второй, с церемониями нашими Пава Яския, но я дам тебе посмотреть, может быть, немножко будет страшновато людям. Можно вставить это на видео будет? Да, ты можешь вставить, там, в принципе, в 7 минут там получается 2 видео, их надо как-то скомпоновать. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, um poquito más, un poquito más, un poquito más, la última. Muy bien, guárdalo, muy bien. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я вырежу там основные. Или, ну да, что-то вырежу, чтобы так в нагрузку особо сильно. Я делала церемонию, это искусственная клиническая смерть. У меня был мотив, вот, и я могу сказать, что мне помогло. Очень хорошо. У меня был запрос во Вселенную по моей работе. И после проведения вот этой церемонии, эта церемония называется Буфу Альвариус. Соединение с твоей души, с домом, с храмом твоей души. Вот, церемония страшная. То есть ощущение дикого, дикого страха внутри. Причем начинается это достаточно быстро. Буквально через 3-5 секунд душа уже вылетает из тела. В животе начинается, как такой, знаешь, как молоточек стучать. Да, и он идет так. Нагнетается скорость, и потом идет такой хлопок. И ты слышишь это? Ты это слышишь. И ты слышишь этот полет. Он длится, я не знаю, сколько минут, но моя церемония была 30 минут. Но мы не записали все, мы только начало и конец записали. Вопрос у меня был на раскрытие рук и на раскрытие глаз, чтобы я могла лучше считывать информацию, и чтобы я могла помогать руками. И ты все равно лоб открывала. И во время церемонии, да, я делала вот такие движения все время, да, и вибрация очень сильная в теле была, хотя ты тело не чувствуешь в этот момент, тело отсутствует. Вот видишь ты с закрытыми глазами, с открытыми глазами ты вообще ничего не видишь, да, у меня будет там, может быть, ты увидишь там на видео, на втором, где я открываю глаза, и шаман сидит сбоку от меня, он поет икары, поднимает меня наверх, со мной поднимается, я его вижу там, он висит. И потом он также меня плавно в тело опускает, но я в этот момент открываю глаза, смотрю на него, но я ничего не вижу. Я только на видео заметила, что я так делала, но в этот момент твоего тела не существует. Эта церемония, она очень серьезная, всего делают два человека в мире. Это один мексиканский врач, который работает с наркоманами и зависимыми алкоголиками. И наш шаман Курандеро, который работает вот с нами вместе, мы уже два с половиной года с ним работаем. Он очень сильный, очень. Люди меняют жизнь свою на 360 градусов. К нам приезжают суицидники, шизофреники, алкоголики, люди, которые зашли в тупик, которые не знают, как им восстановиться после каких-то сильнейших депрессий. То есть они не знают, не хотят жить часто, не знают, как дальше. Суицид очень много, да. Суицид, а потом страхи, панические атаки. Очень много с паническими атаками приезжает. Ну вот, в принципе, одна церемония. Вообще ее надо один раз в жизни делать, ее больше не надо делать. Да, и потом в течение трех дней Вселенная с тобой разговаривает. Ты видишь сны. И вот наш шаман мне сказал, говорит, у тебя церемония была очень серьезная, и ты должна сейчас три ночи отслеживать сны. Прошло два дня, я не вижу ничего. Я думаю, я, наверное, не увижу, еще одна ночь осталась. И тут я днем замоталась как-то, и прилегла на часик поспать. И мне был очень сильный вещий сон, который мне отдал ответ на весь мой запрос. Я его увидела в таких интересных деталях. Не знаю, это надо рассказывать или нет. Может быть, и... Ну, пока не будем, может быть. Ну, ладно, пока не будем, да. Но сон был вообще обалденный, просто обалденный. Так, давай мы начали с того, что мы можем... Предложить людям. Как гомеопатические препараты. Вот то, что я сейчас работаю, да. Это вот разработка, она примерно полгода назад. Пришло это после очередной церемонии овоязки. Несколько подряд церемоний мои коллеги, мои друзья видели меня в роли фармацевта. Хотя я не думала о том... Я могу делать препараты гомеопатические, да. У нас этому обучали. Но я не думала, что мне это надо. Зачем мне это надо? Сейчас пошел в аптеку, все купил, там, да, проверил, подходит, не подходит. И вот, когда начинается карантин, в моей голове начинает крутиться вот эта мысль. Блин, ну а что я могу изобрести такого, что, что, что? И вдруг мне приходит вот эта идея, и я начинаю ее как бы собирать, да, вот эти по кусочкам. Так, это надо, это, это. Наложить квант, да, там, взять вот такие-то продукты, соединить. Ага, надо пробовать на себе, на мужа, на ребенке, на друзьях. Раз, раз, раз. И уже мы первые результаты начали неделя, две, три результаты пошли. Люди начали отписываться. Слушай, Оксанка, а у меня это, у меня это. И мне так интересно стало. И мы отправили очень много наборов на пробу, как подарки людям. Слушай, они вот тоже как-то на квантом обработаны, антипаразитарные вот эти средства. И антипаразитарка на кванте, да, у нас сделана. И вот эти свечи наши пуря. А как это на кванте, как это нужно объяснить вот словами? Вот знаете, чтобы вам понять, я всегда привожу в пример вот такой фильм документальный, как замораживают снежинки с мантрами, с молитвами. И какие снежинки имеют красивую форму. Или они там замораживают их на музыке какой-то, там металл, да, или плохие слова наговаривают, и снежинка, она такая скрюченная, вся некрасивая, бесформенная. Вот это такого типа. У меня есть два, три человека уже, три, которые видят мои препараты. Они считывают информативное поле с этих препаратов, да. Ну, я примерно покажу. Ну, это определенные, ну, у меня такие бутылочки, да, вот есть. И я в них наношу, значит, уничтожение лайма. А, я подсказал, уничтожение? Лечение суставов, например, да. Разрушение кандида альбион. То есть, и грибок уничтожен, да? Да, уничтожение баррелии. Вот это очень сильное. У меня есть видео, не видео, а голосовое сообщение нашего врача-доктора. Она тоже очень сильный видящий, да, ясновидящая. Она видит энергетически. То есть, она настоящий доктор, заканчивая медицинский институт? Врач, она уже в годах, да, и она считывает очень хорошо любой препарат. Вот она берет так в руку его и так закрывает глаза. Нет, вам этот препарат не годится. Следующий. Представляешь, какое, как это уникально вообще. Но она говорит, ну, я же не могу такое сказать. Трудно поверить, она настоящий врач, как бы она закончила институт. Да, 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 системная красная волчанка. От волчанки? Угу. Ну, серьезные такие вещи. Но, видишь, Лиамблия, например, да, эту начинала я со своего отца. Я ему отослала квант, квант, и по фотографии копируется. По фотографии? Да. Понял? То есть, берется фотография, открывается в телефоне. Ну, я понимаю, что сейчас люди начнут писать, что это фигня и всякое такое. Но я, знаете, как всегда говорю, что слышащий услышит, а видящий увидит. Поэтому эта информация не для всех. Вот это квантовый значок, это мандала. Здесь внутри значок 50. Поближе. Идет. Ну, там, не знаю, может быть, там чуть-чуть подстерся он. Вот. И этот значок как бы зарядил и придумал вот именно с этим номером внутри один доктор испанский, вот, с которым мы плотно работаем. Он занимается квантовой медициной уже очень давно. Но у него есть школа своя. Но он обучает только маленький-маленький круг людей. Это на испанском происходит. Потому что не все люди могут это делать. Это здесь очень сильная вера нужна. Понимаешь? И как бы когда вы работаете с любым... Когда вы хотите создать какой-то препарат, вы должны иметь пустую голову. Если в твоей голове кишит миллиард мыслей, я пойду туда, это куплю, это поем. Сейчас у меня там ребенок придет со школы, мне надо это. Вы ничего не сделаете. Понимаешь? Нужно, чтобы в этот момент твоя голова была пуста. И только тогда начинается работа нанесения вот этих вот квантовых энергий. Я представляю... Кстати, у меня есть одна медитация. Называется «Медитация зеленый свет». Я очень часто, когда у меня люди заказывают препараты, я эту медитацию им даю в подарок. На восстановление своего здоровья. То есть там очень интересно. Тоже я через транс... Ну, какое-то такое состояние было интересное. Потому что я когда сама эту медитацию слушаю, я чуть-чуть отплываю. Вот. И люди, которые у меня ее слушают, они, конечно, как-то им очень нравится. Заходит, по крайней мере, она. Слушай, у меня сейчас после капель такой расслабон какой-то такой. После сананги? Угу. Это после капель, да? Оно успокаивает центральную нервную систему. Оно снимает спазмы различные. Какой такой? Нервный стресс снимает, да. Как на валерьянке такой. Да. Ну, представляешь, через глаза. Слушай, я каждый раз, я удивляюсь, насколько перуанская медицина, она уникальна. Просто уникальна. Вот мы хотели поговорить по поводу вот этого рапе, да. Ну, ребят, по поводу кванта, посмотрите вот этот фильм про снежинки, про воду. Фильм, по-моему, она так и называется, вода. Если я сейчас точно не помню. Как, или просто наберите в ютубе, как слово влияет на воду, на замороженную воду. И вот там вы поймете. Ну, вот примерно так. Ну, это, конечно, не так, но это самый-самый такой, ну, и близкий ответ. Здесь у меня, кстати, есть один ученик, который смог повторить то, что сделала я. Очень интересно, вот оно. Я объясняю людям, но они, это сложно. Слушай, а можно объяснить, от чего они помогают вот эти вот свечи, да? А, мы еще не говорили. У нас вот это вот гомеопатические свечи. Здесь только два составляющих, да, никакой химии нету. Масло какао и плюс один вот компонент RC52, мы его называем. Это как бы наше подпольное такое имя, вот. То есть там химии нет, то есть противопоказания субтитрования? Вообще никакое противопоказание беременность, потому что они очень сильно чистят матку женщинам, да. Если эндометриоз, миомы, кисты, полипы. А вставлять их куда? Мы вставляем и вагинально, и ректально, да, то есть, ну, если надо лечить желудок, их даже можно перорально принимать, потому что там химии никакой нету, и там одна доза, которая лечит желудочно-кишечный тракт. Но для желудка мы делаем другие, это у нас есть такие конфетки шоколадные на шоколадном порошке, стопроцентном на эко-масле какао, чуть-чуть там идет меда. И вот этот вот компонент внутри мы докладываем, вот, и компонент, который здесь вложен, он уже тысяча лет на земле, это очень редкая штука, его очень сложно достать. То есть вы его заказываете где-то специально? Мы его заказываем, нам готовит один доктор только, да, и мы покупаем концентрат и уже из него разводим, ну, это гомеопаты знают, да, Ну, в основном гомеопаты и врачи работают с этим препаратом, потому что здесь нужно набить руку, как делать. Я работаю с ним уже 6 лет, и первые 3 года я только искала правильные дозировки для каждого человека свой, но потом, когда я уже начала считывать людей, больше понимать их, слышать как-то, вот, мне уже начали сразу схемы идти в голове. Что они, давай перечислим, что они могут, от чего помочь? Киста, миома, эндометриоз, полипы шейки матки, спаечные процессы в трубах, болезненный кишечник, да, когда там есть какие-то вирусы, бактерии, сниженный иммунитет, проблема с щитовидной железой, это уже тогда ректально мы ставим, да. Мне рассказывает, Алик, что они очень сильно поднимают иммунную систему. Они очень сильно поднимают иммунную систему, они в 4 раза поднимают клеточный иммунитет, в 4 раза сильнее убирают стафилококи, стриптококи и атипичные раковые клетки. То есть мы их даем до химиотерапии, после химиотерапии, начальной стадии онкологии в совокупности с другими какими-то препаратами, они тоже в связке очень супер работают. Они усиливают работу любого гомеопатического средства в 4 раза также. При этом запрещается пить алкоголь, вообще нельзя, потому что севушные масла, они разрушают вот этот компонент, который там внутри есть, потому что он очень чувствительный. Нет смысла вообще лечиться, когда человек на алкоголе, понимаешь? Да, даже, ну... Слушай, а диету какую-то надо передерживать? Ну, смотри, если они убивают стафилококи, стриптококи, грибы, атипичные раковые клетки, обязательно нужна диета, и обязательно мы еще добавляем антипаразитарку, потому что сахар, хлеб, дрожжи, это кормит всех наших... Слушай, детали видео, можно показать антипаразитарку? Антипаразитарку, да. Да. Это, ребят, честно, не было запланировано с антипаразитаркой, это выглядит как реклама, конечно. Да, это, наверное, немножко есть реклама, но люди спрашивают действительно, где можно чего достать. Как попасть на прием? То есть человек обслуживает сборную Англии по боксу, ребята, ну... Я сам на себе попробовал и чувствую, что действительно... А еще меня спрашивают, как после банок эти синяки, правда, остались еще? Вот видите? Там спина у меня была синяя после первого видео. Нормально себя чувствую, хорошо. Стали лучше двигаться плечи, вот как-то, вот как будто раскрываться стал лучше, и голова стала лучше крутиться. Вот серьезно, вот это не шутки. Видишь, там тоже значки везде, вот эти квантовые стоят. Да? Вот эти значки, это квантовые значки? Да. И структура воды даже меняется, вот смотри, видишь? Ты что, у меня сейчас поить собралась? Ну, я хочу, чтобы ты попробовал, чтобы ты не боялся. Видите, на стаканах, на стеклянных мы тоже ставим везде, да? Там на основе трав каких-то, видно, да? Это, да, пижма, полынь, гвоздика, семена льна, семена тыквы. Ну, это, в принципе, традиционный момент, ребята, вы можете где-то и в России это купить, заказать. Конечно, да. Квант этот усиливает немножко действие, да, я знаю, что? Да, усиливает немножко. Чтобы не думали люди, что купите только у нас, реклама такая. Ребята, вы горькие травы можете купить в аптеке где-то, сами сделать, да? То есть, это не то, что реклама, это мы, ну, как бы, хотим что-то людям дать хорошее. Но это единственное, что кванта немножко усиливает, да? Да. На, давай попробуй сейчас. Ну, горькие травы, я попробовал, знаешь, пижма, полынь, гвоздика. Ты знаешь, как удобно? Во-первых, что это вообще и для взрослых, и для детей можно делать, да? Здесь фишка сама в том, что... Ты меня с ложечки будешь? Да. Давай с ложечки, как ребенка. Что, не, на, давай. Что удобно, ты раз запил водой, во рту проболтал вот это все, да, и проглотил. И то, что не надо заваривать, понимаешь, чтобы компоненты не терялись. Заваривать не надо, компоненты теряются. То есть она действует, когда ты завариваешь, но уже не то. Ну, да. Наверное, она просто немножко тогда слабее становится. Нет, пьется легко, кстати. Легко пьется, да. Она такая непротивная, скажи. Для детей можно... После вкуса. Нет, нормально, нормально. Не-не, хорошая. Да, вот... Очень семена льна чувствуется. Там они есть? Да, семена льна, ну, чтобы выводила из кишечника. Есть очень два классных препарата, ну, они, это кистальхинди и кистальбахри. Вот я когда хиджану изучала, мы изучали вот эти ихние травы. Тоже они очень, они как противопаразитарные. Ну, здесь у нас их достать вообще невозможно, но в России есть. Я знаю, что в Дагестане, вот в этих странах, там их легко достать. Но у нас здесь их нету. Я когда в Москве была, и мне удалось у мусульман заказать там пару килограмм, ну, в течение там месяца, она у меня его просто все разобрали. Вот часто меня спрашивают, что ты ешь. Я лично люблю вот на завтрак. Я знаю, зеленая гречка, вот к ней я вот 50% беру зеленой гречки, 50% либо это семена льна, либо это кунжут, может быть, либо это еще какие-то варианты, что вам нравятся, да, то есть, ну, и заливаешь теплой водой, и она становится уже такой через 10 минут, как кашка. И просто как кашу с утра употребляете, и замечательно себя чувствую очень хорошо. Да, я делаю... Еду 2500 километров на мотоцикле, но при этом, ребята, вот многие, кто делают дальние путешествия, они заезжают, куда-то бюргер едят, какую-то колбасу с картошкой. Я этого не делаю, потому что это отбирает очень много энергии, да. Я либо с собой беру, либо много сухофруктов каких-то, а просто в их капель начинаю уже заговариваться. Либо это фиников я покупаю, большие королевские финики целую, там, не знаю, килограмм с собой, там, это может быть еще какие-то абрикосы сушеные, изюм, кто что любит. И они дают очень много энергии и воды просто, да. Конечно, это выглядит не очень, может быть, не так вкусно, как там жареная колбаса там в Макдональдсе, но это дает вам много энергии и вы практически не устаете. Я хотела ребятам показать фотографию. Покажи. Я все препараты проверяю на себе, на своих близких. Давай, покажи. И у меня был такой заказ сделать капли в глаза. Но это не те, что мы сегодня делали. Нет, не те. Это капли как раз вот на этом препарате, который здесь в свечках. Но когда я сделала эти капли, я думаю, мне нужно понять, как они работают, потому что я же не знаю, как я человеку отдам. Да, вот, понимаешь, если бы врачи, бы все пробовали антибиотики на себе, сколько они людям выписывают. Они просто приходят, они им сказали какой-то... Так вот, ребят, я вам сейчас покажу. Я знаю, что на себе все испытываешь. Смотрите, вот эти глаза, это вот такое лицо у меня было на третий день после закапывания. И я поняла, что эти капли, они отлично работают при близорукости и дальнозоркости. Потому что у меня на 4 года пропала дальнозоркость после одного закапывания. Вот это третий день. И я поняла, что именно вот такой состав нужно делать. Сейчас напишу, скажу, что она просто бухала неделю, да, как обычно. Но мне советовали немножко более, там, концентрацию меньше делать. Но я вот именно... Но ты любишь покруче, чтобы испытать, как и я тоже. Если уже испытывать, так по полной. Если уже, да, делать, так делать. Как говорят немцы, «кайных альбазахун», то есть никаких половинчатых вариантов. Ну вот смотри, сейчас я немножко вот покажу. Вот это ко мне приезжала женщина. На, ты покажи. Что это такое? Это УЗИ малого таза с концентратом. Да никто ничего здесь не поймет. Не поймет? Не, ну давай покажем. Но какие трубы были узловатые? Женщина не могла иметь детей никогда. Да, потому что у нее яичники были очень плохие, и трубы узлами завязаны были. У нее было много воспалений. И мы ее... Ей за полгода... Прямо перекручено, вот видите? Все перекручено узлами. Видишь, я даже отмечала. И ее врач мне показывала, что... Ну, как она ей показывала, она мне рассказывала. Она приехала из Франции ко мне на 10 дней лечения. И мы ей делали вот эти свечи. Там кое-какие закапывания гомеопатические, да? Вот. И вот она мне прислала потом, через полгода, вот, что она беременная. И не знает от кого? Или знает? Ну, не в этом дело. Знает, не знает. Там главное, что беременность наступила, понимаешь? Вот и все. А это вот смотри, как интересно, видишь? Но это в другом видео снимем. А это энергетический шар после лечения вот этим человеком. Это реально? Это не эффект, да? Это не эффект, не оптический. А вот это смотри. Ну, это очень интересная тема. Это потом я расскажу, как духи спускаются с неба. Они очень яркого цвета. А то... Ты скажешь, Иван, а ты во все это веришь? Да перестаньте, да, перестаньте. Я всегда верю в то, что я потрогаю. Я вижу, ну, да, смотрится эффективно. Ну, я чувствую на себе то, что ты мне делаешь, конечно же. Слушать такие вещи меня заблочат. У меня есть очень страшные фотографии. Я тоже их не могу выставлять, потому что, ну, это чисто личная моя библиотека. Ну, я могу посмотреть, ты сможешь, а люди действительно чувствительные, может плохо стать. А вот это покажем? Да, покажи. Да. Это когда что, вы гоняли духов или что? Да, это когда делали экзорцизм человеку. Я снимала на камеру. Он даже поближе, он меня камеру удаляет. Да. Это моя коллега, она читала молитву в этот момент, и вот как-то мы так вот отправляли его. Ну, ты скажешь, фотошоп все равно. Высвояйся. На фотошопе ли, да? Ну, у нас таких фоток много, в принципе. Ты знаешь, мы можем, когда мы делаем вот такую чистку, да, то мы снимаем видео. И мы человеку потом это видео отдаем. Я знаешь, как люблю подписчиков, которые пишут, фу, такая ерунда, не могла смотреть, еле досмотрела там, сейчас видео. Да. Еле досмотрела, мучилась там, учила там, еще что-то. А вот это покажешь вот? Нет? Интересно. Ну, это плохо видно с телефона. На Мачу-Пичу в Перу. Это руки тогда получились? Да, ну, отделение астрального тела почему-то. Мы, ну, мы сами вообще не знаем, что это такое. Вот. То есть, одна рука или? Ну, одна больше, а другая меньше. Блин, не могу увеличить. Я думаю, что, неа, я думаю, что просто, ну, вторая рука очень слабо видно, но одна очень сильно видно, да, как будто там. Как будто гипс какой-то. Какой-то непонятный гипс под рукой. Да, слушай. Да. Ну, вот там проходили практики духовные в Перу, и вот такие фотографии интересные. Слушай, я знаю, женщина одна от рака излечилась на третьей стадии, да? Может мы… Слушай, есть у нее будет возможность потом интервью взять? Это моя коллега, мы с ней вместе сейчас работаем. Она… Вот, вот, онкология, и после лечения химиотерапии, после которой она умирала, она еще была беременная в этот момент. Там вообще-то такая история… Ну, и ребенка она потом потеряла, если на химии. Ты знаешь, она не потеряла ребенка, она его родила, и он здоровый. Она была… У нее был месяц беременности, когда она уехала в Перу чиститься. Она забеременела уже после химиотерапии, но в теле же химия, понимаешь? Она узнала только, когда она приехала обратно. Слушай, а на ребенке это не скажется никак? Ребенок вообще обалденный. Обалденный ребенок. Ну, понятно. Слушай, давай не будем это сказать. Воды сейчас много опять. Не, 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 не могла смотреть. Такое сейчас начнут жаловаться. Давай конкретно, что мы можем… Вот это нам показать. Это из огня? Из огня, да. Ну, это сущности вот такие. Это когда идет огнехотра, очищение огнем. А, это очищение чьего-то было? Индийская церемония огнехотра. Это не просто костер снимался, а какая-то церемония, да? Да, да, церемония. Вот, видишь, еще один вот такой душманчик был. То есть вот еще один. Вот они похожи на животных и на людей похожи. Да, иногда там женщины в платьях таких. Там четко руки видны, пальцы. Ну, же ты из огня такое, я… Как это вот такое? Но это снимается видео, понимаешь? А потом ставится на паузу, и я все просматриваю. И в какие-то моменты вот эти зверюшки, они показываются. Так, ну что? Слушай, как, если кто-то захочет заказать что-то? Я сделаю этот самый e-mail специальный. RC52. Да, RC52 английскими буквами. Я его вставлю потом на видео. Он у меня уже есть для такого, ну, ну, как сказать, но… Это же будут писать мне потом целыми пачками. В общем, ребята, если кто-то что-то хочет заказать, пожалуйста, не присылайте ссылки. Специально у меня e-mail rc52.gmx.de, да. Но только, пожалуйста, не надо ссылочки какие-то писать или видосик посмотри. Только если вам что-то, если вы захотите. Ребята, никто, никого, ничего не это. Просто люди хотят помощи какой-то от тебя получить. Но не у всех есть возможность, да. То есть, это не то, что реклама. Мы хотим вам что-то втереть какую-то, втюхнуть что-то, да. Какой-то товар. То есть, ну, реально. Я оставлю e-mail, и они поэтому e-mail смогут заказывать. Да. Пишите, кому что надо. Так, антипаразитарные мы вам уже предложим. Что ты еще можешь предложить? Антипаразитарные, педериновые свечи и педериновые конфетки. И конфетки. Вот три варианта, да? Три варианта. Это, получается, лечение со всех сторон. Перорально, ректально и вагинально. То есть, мы вирусы-паразиты со всех этих. Слушай, это прошлое, чем рапе мы не сможем никак высылать, да? Рапе очень сложно высылать, понимаешь, потому что они сейчас, ну, Россию вообще, Украину, они там все наши посылки с Испании, они все убирают, выкидывают, там, не доходят. Они конфискуют, да. Если по Европе, то можно. Вот. Все спрашивают, где взять вот этот рапе, он так пробивается, мне пробило все тут в голову. Ну, там, да, конечно. Это мне вдуло неплохо там, да. Хорошее очень средство такое. Вот. Ну, да, ну, пускай люди пишут, если надо, рапе, тогда как-то это сорганизуем, может быть. Ну, все. Оставим, короче, имейл, кому что надо, пишите туда, потому что не знают, спрашивают, пишут в комментах, где, чего, куда, ребята. Вот имейл оставлю в описании снизу, туда пишите. Что пожелаем нашим зрителям? Я желаю, как всегда, счастья, здоровья, удачи и всего самого наилучшего. Ведите здоровый образ жизни, оставайтесь позитивными, что бы ни случилось в наше сумасшедшее время, но только так, если люди будут оставаться в здравом уме и в здоровом теле, только так мы сможем победить эту больную. Да, победить вот это вот все, понимаете, и не отчаиваться ни в коем случае. Я вставлю еще видео, некоторые, посмотрю, где они тебе делали этот Буффало или как называется? Да, Буффаль Вариус, да. Буффаль Вариус. Это будет очень, кстати, интересно у нас. Да. Все, ребята, всем пока, до следующего видео. Пока.